Музыка Лизонь, пойдем банан кушать. Музыка Ой, кто туда залез? Кто залез? Алиса Ну-ка покажи носик. Сопли текут. Я вижу. У нас вот Руслан был маленький. Подожди, чуть-чуть-чуть. Надо убрать, дочь. Убрать надо. У нас вот Руслан был маленький. Он был до того брезгливый, что если у него там чуть-чуть сопля выскочит, или он случайно чуть-чуть сопля на губы попадет, то все, у него чуть-чуть недорвотного рефлекса доходило. То есть он настолько вот был в детстве брезгливый, там пальчик испачкает, бежал сразу мыть с мылом. И вот в алисином возрасте, если там кашка чуть-чуть на подбородок, он все сразу там показывал, что ему неприятно. Это нет. Сопля будет висеть до подбородка. Нормально ходим. Не хотим вытирать. Не любим вытираться. Но зато вот в плане промывания носа, вот первые два раза она кричала криком, сейчас я поражаюсь. Лежит, улыбается. Я ей говорю, а Русланчик не плачет, когда нос промывается. Мы же Руслану тоже постоянно промываем, она это видит. Я говорю, Русланчик не плачет. И она лежит такая, как бы терпит. Ну, вообще не пикает. Я в шоке. Лежит. Поехали, поехали. Заворачиваем. Папа скажет нам, посмотрит видео, скажет, ага, полы царапаете. Би-би. Так, тут мои топки валяются. О, уже соскакиваем, да, Али? Уже соскакивает просто на ходу коня. Алис, про тебя это на ходу коня остановим, да? Да. Угу. Мы пришли на площадку. Хочешь подняться? Это еще выше. Пошли снимать маяк. Красивая площадка здесь. Мама, ну пойдем, пойдем снимать маяк. Здесь шар, здесь поезд, здесь падающая Алиса. Вон там маяк, там у нас тренажеры и спортивная площадка. А руля здесь нет, да? Нет. Мама, ты можешь залезть вот в ступеньке. Да не, не хочу. Не бойся, мы едем. Тюх-тюх-тюх. Мама, я думаю, Алиса вряд любят. Ладно, я пошел на маяк. Я вожу. Мама, я вожу. Я здесь, ты меня вообще что-ли не видишь? Сейчас, сейчас, Руслан. Я же ее держу, чтобы она не упала. Супер, значит, туда залезть, теперь я его должен вытаскивать оттуда. Давай. Подожди. Лай, а может, ты меня туда поднимаешь? Ты снимаешь? На. Угу. Лай, а ты не боишься, что я уроню вниз? Я тебя уроню. Ладно, можешь спуститься мне? Мама, что-то я боюсь за твою камеру. Вас видно. Мама, я слезаю вообще-то. А как будете? Мама, ты меня снимешь на маяке? Я тебя уже там снимал. А, уже снимал? Мама, ну, там не видно издалека. Мама, тем более ты прыгал внутрь. А, Алиса, она кит теплый. А, Алиса, она кит теплый. А, Алиса, она кит теплый. Из курица. Из курицы, огурца, помидоры, чуть-чуть кукурузы и сыра феты. И все это на горячей, сухой сковородке. Ммм, нам-нам-нам. Все такое хрустящее объедение. Что? Руслан не захотел, он вообще такие вещи не любит. Он ест макароны с баклажанами в томате и кофе пьем. Руслан нарисовал мне такие усы и себе из моих этих карандашей для макияжа. Теперь уже полчаса и сидит в ванне, не может их отмыть и плачет. А я говорю, тебя теперь будем называть черный русмял. Ну как, это умывается? Показывай. Ну показывай. Сюда иди. А то нет. Вот эту штуку возьми. Ну а че ты здесь не мыл? Ты вот здесь сделал, а вот здесь не стер. Вот здесь надо тереть. Ну где там, а ты вот здесь стер. Привет, Алиска. Алиса, ты что, спать хочешь? Давай, втягай. Вот здесь. Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Не надо ничего нажимать, Алиса. Поехали, бип-бип. Бип-бип, бип-бип. Поехали, бип-бип. Бип-бип, бип-бип. Поехали, бип-бип. Бип-бип, бип-бип. Поехали, бип-бип. Бип-бип. Бип-бип! 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 Жик! Ни-ха! Бип-бип! 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 Ну, как вам наши хвостики первые? У Алисы вот здесь очень плохо волосы сейчас растут. У нее такие как залысины. Она мне напоминает Джессику, куклу Барби, дешевую из нашего детства, которая лыска была. Только сверху чуть-чуть волосы. Вот, посмотрите. Вот видите, такой пушочек, прям пушочек. Я не могу найти. Хвостики у нее как антенны. Алиса, прием! Все никак не заберем посылку с одеждой Lucky Child. На ней сейчас тоже такой комбезик, но комбезик, когда я в своей деньги покупала, это нам предложили. И там, получается, где-то на 6 тысяч вышло столько одежды. Я в Next за 6 тысяч там всего три вещички тогда купила. А тут целый такой пакет получился. Надо все пойти забрать. Очереди сумасшедшие. С ребенком неудобно сидеть. Ждем бабушку. У нас сейчас бабушка приедет на смену моей маме. Девчонки также спрашивали по поводу Леши. Он остался на третью вахту, которая его вахта, как я уже и говорила. Это уже последняя вахта. После этого он приедет домой. Да, папа скоро приедет. Вот, поэтому бабушка нам приедет сейчас помогать, чтобы Русланчика отводить. Осталось совсем немножко ему учиться. И потом уже наш папа в середине мая приедет. У них случилось там очередное ЧП. Повесился звеньевой. Представляете, в вагончике, где они переодевались. Так вот люди решают уйти из жизни. И оставляют своих детей, жен. И думают, что на этом проблемы заканчиваются. На самом деле их решение, наоборот, еще больше проблем подкидывает. Да? Кто там с такими хвостиками? У кого такая прическа? Эй, не ломай. Не ломай. Не ломай. Не ломай. Ай. 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 Ммм. 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 Что ты разамкалась? Ммм. 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 А еще я заказала двери в гардеробную. И сейчас пока в коридор, потому что, ну, еще не знаю, как это фирма делает. Насчитали нам дверь с установкой 17500. Заказала тот вариант, который идет как с имитацией окошек. Вот. И... Олеська. Они говорят, что вообще белые двери купе у них заказывали. То есть в Ставрополе очень редко заказывают. У них заказывали там год назад. И поэтому белые вот эти профили они будут заказывать. Как я и говорю, все надо делать на заказ. В том плане, что покупаешь обои под покраску, подождите неделю, нам привезут и мы вам доставим. Ммм. Это меня просто раздражает. В огромном магазине обоев нет обоев под покраску в наличии. Как? В общем, по договору 26-го они уже должны были установить. Но сегодня у нас какое? 29-ое, по-моему. И я им звонила, они сказали, что им еще не привезли профиль. В общем, как только профиль будет у них, они там за пару дней уже их изготовят, сказали. Сегодня у меня в гостях моя подружка Вика. Она же моя подписчица. В принципе, я про нее уже немножко рассказывала. Вика пришла ко мне в гости и сейчас поможет немножко поснимать коляску с Алисой. Погода сегодня супер. И мы вышли на улицу. Кстати, у Вики скоро свадьба. Так что мы скоро будем гулять на свадьбе. И Вика сама себе шьет свадебное платье. Я ей говорю, снимаю об этом видео, но она чуть не хочет. Есть момент. Да. Еще Вика мастер на все руки. Если вы хотите узнать, как девушке такой худенькой, хрупкой положить ламинат, просрабить стену перфоратором, то это про нее. Она умеет все. Вика может. Так что, я думаю, что... Можете у Карины в комментариях задавать какие-то вопросы с пометочкой технического характера. Я вам могу подсказать, если что. Ремонт от Вики. Хэштег ремонт от Вики. Там было хорошо. Наверное, нам надо туда вернуться. Но мы сейчас круг сделаем и вернемся. Что завязала? Да. Она легкая коляска. Да. Скажи маневренную. Мне тоже очень нравится. Единственный момент, она тарахтит на вот этой брусчатке. Она так тук-тук-тук-тук-тук. То есть, если она спит, мне кажется, что ей неудобно бывает, когда она вот так вот по брусчатке. Мы даже бывает идем, когда за Руслану мы переходим на ту сторону, где я спать просто, и там идем. Давай лучше с другой стороны, чтобы не париться, а потом дома идем. Мне кажется, может, я неправильно что-то там сделала? Вроде правильно. Скажи, вы честь зеваетесь вообще нет. Смотри, что будет. alogурурурую... ... Продолжение следует...